Страховочная цепь Страховочная цепь Человека, который страхует Человек, которого страхует Хорошо Еще Место 2, которое Плохо Тормозной устройств И что еще мы забыли? Сказка Хорошо, это графилок Уже даже подсказка есть Веревка Отлично, с синим цветом Оттяжки Петли Станция Отлично Это все элементы, из которых состоит Страховочная цепь Или наоборот По хувировке все остальное хорошее Все будет по самому меньшему По самому слабому нашему звену Все будет ломаться Вот И начнем соответственно С чего? Со станции Мне нужно будет У меня на чьих два пальца У меня самый целый пальц Самый целый серд Есть там много аббревиатур для запоминания станций Да И делал еще что-то Все это сводится к трем основным понятиям станции Это надежность Надежность всех точек Надежность соединяющего элемента Неважно это веревка или стропа Вот Это избыточность Это шнурок Это надежный шнурок Это избыточность Да, то есть как бы Всего должно быть с запасом Нельзя сделать Ну Мы будем говорить сейчас об идеальном случае Станция должна быть всегда с запасом по прочности С запасом по тому Если вдруг мы потеряем одну из точек страховки Или что-нибудь еще Вот И это как бы ее красота Либо понятность А я потом расскажу чуть больше что-то такое Начнем наверное с самой базовой станции Это две точки Сразу говорю Одна точка Использовать одну точку этой станции нельзя Ну то есть не то чтобы нельзя Но нельзя Вообще нельзя То есть как бы да Мы не рассматриваем совсем крайний случай Вот Поэтому неважно да Сейчас вот эти вот точки Это могут быть крюки, закладки, буры Стационарного шлембура Циотическое крепление Любые Да Любые вещи Куда мы можем прощеркнуть карабин Фальши да вот Сразу начнем да Вот Как бы люди делали станции Если бы не знали как это правильно делать да Лучше там Пришли защелкнули И просто прощелкнули карабин Сразу да Почему так сделать нельзя Если разрушается одна из точек Станция просто улетает И мы Это наш центральный станционный карбин Да Он улетает Соответственно нужно сделать что Как все уже знают наверное да Все знают да Нужно взять любую из двух веток И один раз перевернуть ее Вот здесь вот И вот в это кольцо Вшелкиваем свой станционный карабин Я сейчас просто вышелкну стропу да Вместо разрушения карабина И таким образом мы видим что Со станции мы не улетаем со стропы Вот Она остается на этом карабине надетая Это очень важно потому что Разрушение точки это то что нужно Прогнозировать в построении станции Единственное что для такой станции Да мы видим Есть такая характеристика этой станции Когда мы прогнозируем Вылет точки Это то насколько она осядет То есть да В данном случае мы видим что Достаточно глубоко опустился этот карабин Вот этот флот То есть более чем на 60 сантиметров Да Ну стропа 120,5 Это вот он Клазический пример построения станции Из одной стропы с центральным карабином Следующий пример это Мы можем использовать узел То есть мы точно так же вот Складываем стропу И просто завязываем вот здесь вот узел Обычного проводника более чем достаточно И точно так же подшелкиваем сюда карабин Чем хорош метод Если мы теряем любую из точек Вот да Оссидание станции в принципе не происходит На эту точку не приходится большего рывка Чем плох этот способ кто подскажет Распределение Распределение Да То есть Сейчас покажу В данном случае мы можем грузить только Идеально так как мы завязали узел То есть если мы будем грузить например в эту сторону Эта точка не грузится вообще И у нас вся станция работает только Ну висит на одной точке Чем хороший предыдущий способ Он называется да Итальянская компенсационная петля Если мы будем передвигать точку И например грузите сюда Обе ветки все равно продолжают грузиться равномерно Ну почти равномерно да Там есть все такие штеки эти вот То есть этот способ Позволяет нам Если мы не знаем куда будут грузиться Точки например на дюльфе Или еще куда-то да В бок в бок Выносить или что-то еще Он позволяет нам Скомпенсировать эту грузку на станции Есть еще несколько способов В соответствии с танцами Например Просто из двух отдельных строн Способ хорош тем что В принципе да Даже в случае если там вдруг Перетрется стропально что-то еще Ничего с нами не случится Если вы видите эту точку Тоже ничего не случится Но у него такой же минус Как и у этого Случа да У зла что нету грузки Есть вариант Для итальянской петли Чтобы она не так проседала да Мы завязываем узел На одной из веток Это применяется когда Одна из точек например Глобально выше второй Мы завязываем узел На любой из веток Ну не на любой На той которая выше Вот И точно так же делаем Нашу итальянскую петлю Вот этот вот разворотик И в данном случае Если точка выщелкивается Станция литит только до узла То есть мы видим Вот это расстояние Которое мы завязали узел Да Мы убираем проседание Таким образом Если мы еще впереди не узел Да Мы можем уменьшить проседание Нашей станции Практически до нуля Все равно Имея все плюсы Компенсационной петли То есть станция будет В каких-то разумных пределах гулять Распределяя нагрузку Между точками А без узла не я? Без узла можно сейчас? Без узла можно сейчас? Но Да Если не будут узла Вот сейчас Возьми и руку Висяком Еще Могу нас точек ставить В данном случае Если у нас например Две точки очень разные Да Смотрим на сколько сейчас На эту точку придется большая нагрузка Видите? Насколько будет проседание Центрального пробина В случае вырывания одной из точки Станция уходит 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 И это достаточно большой рывок Создает на последнюю нашу оставшуюся точку Вот Это классический вариант Создать станцию на двух точках В принципе это практически все адекватные варианты Теперь попробуем чуть дальше 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 Что нельзя делать категорически Ну, Виталик, а можно попробовать? Да, конечно А если вот, например, не станционный карабин А люди просто на самострах становятся В виде компенсационной петли Взяли, загнули Да, конечно Можно задать Ну, почему Не имеет права Ну, точно так же был твой карабин То есть не важно, как карабин мы используем На что стоит обращать внимание при построении таких станций Первое, да, как бы очень важно Это угол Угол схождения строк Идеальный угол Чем меньше, тем лучше Основное правило Да, 30 градусов Вот Если мы возьмем всю нагрузку Которую мы грузим Станционный карабин До 100% То при угле в 30 градусов Мы видим, да По 52% Будет распределение На каждую из точек Чем больше угол Да, то есть Расширяю, расширяю, расширяю Вот При угле в 60 градусов Уже 57% Если у нас будет угол со 20 градусов То это приблизительно вот так Сюда То на каждую точку приходится Нагрузка в 100% То есть У нас на эту точку 100% И на эту То есть Мы, грубо говоря, два раза увеличим нагрузку на станцию Увеличивая угол Как уменьшить угол? Первое Это поставить точки рядом Да Если такого не получается Это взять длинную петлю Удлиняя петлю Мы как бы Просаживаем станцию чуть ниже Но за счетом Мы выиграем в надежности и в прочности Станция Вот Стоит следить, да Что еще на большом угле У нас могут случаться ситуации Но это с двумя разными строками Например, что еще Что карабин У нас карабин будет грузиться вот так вот Что есть очень плохо, потому что поперечная нагрузка на карабин Как мы знаем, да Порядка 600 всего лишь килограмм И очень большая вероятность нагрузить муфту И просто поломать карабин Даже не очень большим рывком Это как бы случается, да Практика, к сожалению Вот На это тоже стоит обращать внимание Это, например, сделано на две классических станции С использованием узла Потому что видим Одна точка вынесена сильно выше второй И в случае вырва Ну там до шляпу Но все равно Даже на шляпу Нельзя делать точку на одной станции И в случае вырва точки У нас было большое проседание станции Вот Варианты организации станции из веревки То есть не обязательно должна быть стропа Можно сделать из веревки Можно сделать даже из основной своей веревки В станции Просто завязывая узлы Да Дублирование или блокирование Чуть позже про это расскажу Так, что я хотел показать Еще момент, который Очень многие люди допускают ошибку Просто щелкнув станцию вот так вот Щелкнув центральный карабин вот сюда вот Почему так нельзя делать? Создается эффект полиспаса То есть что это такое, да? Предположим, что этой ветки сейчас нету Вот И мы видим просто длинный полиспас, да Который мы всегда привыкли Ну, грубо говоря, один к двум И, соответственно, за счет того, что у нас есть Вот этот вот перегиб На эту точку создается давление в два раза больше Которое еще и стягивает их друг к другу Соответственно, вот при таком вот Постоянной станции он называется смертельный треугольник Мы получаем давление на каждую точку порядка 200% То есть при весе человека 80 кг На каждую точку будет проходиться с по 160 И это безрывка, это статическая нагрузка, да? Вот Поэтому обязательно как минимум сводить точки Вот с переворотом Это простейшая А вопрос можно? Давай Вот по поводу того, ну вот сейчас Когда одинарную петлю Есть ли станция организована накидыванием на камень? Вот, вот, грубо говоря, у вас не два А у тебя же там не две точки У тебя же вот здесь нагрузка идет Это сплошной камень То есть у тебя есть ли камень? Да Это разносительно одного карабина Вот, у тебя там просто карабин с большим очень сечением Как бы вот этот вот один камень Там будет происходить такая вот ситуация Вот, да? Мы к вам подошли к теме про камни Ты вообще читал то, что я скинул? Да Немного Да А если два камня? Два камня? Да, делаю итальянскую петлю Вот Об организации на естественном рельефе Да, это мы сделали на точках Можно организовывать на отколах, камнях Простым накидыванием петли Больше, в принципе, чего не надо Ну, единственно, там просто посмотреть, чтобы все было надежно На каких-то каменных пробках Простым заворачивать, например, полусхватывание Следующий момент Бывает, что нам не хватает стропы на организацию станции Или что-то еще у нас, например, остались две коротких Это связывание строп для станции, да? Есть несколько способов Ну, самые простые из них Да, вот так вот В данном случае мы видим, что полусхватывающий узел, да? Завязан вокруг одной из строп Ну, удавка типа Да, а вторая стропа проходит ровно Этот способ наименее желателен, потому что при разном диаметре, ну, при разной ширине стропы, да? На одну из них будет приходиться большая нагрузка И общее ослабление системы будет порядка 50% Более благоприятный это тот же способ, только вот так вот развернув его В данном случае порядка 35, наверное, 40% будет вот так вот ослабление строп Прямой узел? А? Ну, типа встреч иногда просто связано на сошитых стропах И это наиболее благоприятный способ для связывания именно строп Но если вам нужна максимальная прочность, то самое эффективное это сощелкнуть их карабином Просто карабин обычно экономится, поэтому, как бы, да Вот такой вот, ну, для коротких строп, если чего-то не хватает Теперь о связывании станции из веревки, да? Если у вас там закончились стропы, ну, мало ли что случилось, в общем-то Есть несколько способов Базовые из них называются блокирование и дублирование Что такое блокирование, да? Это вот мы сейчас, все, что делали из стропы, это называется блокирование точек На точке распределяется равномерная нагрузка, ну, максимально равномерная, насколько мы можем распределить Это достигается, да, если мы веревка с помощью нескольких узлов Например, двойной булин, двойная восьмерка или что-нибудь, ну, похожее Мы вяжем узел, у которого два ушка Пришелкиваем его в станцию Как бы все, да, вот здесь завязали просто узел, с которым мы будем работать Это классический... Вот, да, это ушла кто-то другая веревка или это просто конец Это классический пример блокирования двух точек На них распределяется равномерная нагрузка, у нас есть наши рабочие петли В данном случае будет немножко туго, конечно, при распределении нагрузки Но если мы приблизительно угадываем направление для работы станции Это самый объективный, ну, самый хороший из способов Чем отличается дублирование от блокирования? Блокируешь точку А дублируешь... Ты еще дополнительный подпетляешь Да, в блокировании у нас рабочей является одна точка А вторая является всего лишь подстраховывающей Дублирование Да, дублирование Мы просто, как бы... Вот Например, способ Вот у нас здесь будет полностью рабочая наша игровка Вот, так вот, максимально желательно, чтобы не было никакого провисса, ничего Вот, это наша рабочая игровка, где мы работаем И вся нагрузка приходит на эту точку Просто в случае, если эта точка вырвется, нагрузка перенесется на вторую точку Допускается и разрешается, да, как применение одного, так и второго способа В зависимости от организации, как бы, ну, я рекомендую блокирование точек Потому что, при ненадежных точках, или которые не сильно хорошо держат провод Все-таки распределение нагрузки дает достаточно большой запас Прочность Достаточно большой запас прочности, да? Ну, как бы, с камнями, с отколами все понятно Пришли что-нибудь, завязали побольше Только чтоб на верх не глядило Да И просто накинули перлю Все, подогнали ее Желательно подтянуть, чтоб не было свободно, чтоб она не гуляла вверх-вниз по камню По отколам и так далее Вот С избыточностью, я думаю, понятно, да, с надежностью Надежность, это все точки должны быть достаточно надежны То есть, если мы организуем станции на надежных точках, да? Шлембура, крючья, буры Достаточно двух точек, ну, если они хорошо стоят Если это какие-то закладные элементы, желательно не меньше трех Ну, все, что мы говорим, да, это гипотетически идеальные станции мы создаем Вот Теперь о Вот, это пример станции на заклиненном камне Или точки, да, в данном случае это не станция, это просто точка Вот Теперь о понятности станции Это пример плохо, ну, не очень хорошо построить станцию Потому что куча всего, да, и когда там кто-то приходит Или когда вы, например, делали очень классную станцию, вам все нравится Но вы ушли наверх работать, а люди приходят и не могут немножко разобраться в ней Это чревато какими-то непоследствиями, что можно не туда вщелкнуть сам страх или что-то такое Станция должна быть максимально понятна и удобна и эстетична, да, для работы То есть должен быть четко понятен станционный карабин центральный, да, чтобы не вщелкнуть какие-то там промежуточные карабины и так далее Ну вот Можно сделать несколько, ну, станционных двух карабинов, например, два, чтобы там в один период, а в другой самострахе Ну или работать с одного или с двух Вот, по станциям как бы есть какие-то такие глобальные вопросы? На двух точках или вообще? На двух точках или вообще по станциям? Вообще На трех точках сейчас я покажу как делать станции, да? У меня только две руки Вот, есть несколько способов Есть несколько способов организации, ну да, мы уже поняли, вот так вот нельзя делать Есть несколько способов организации станции на трех точках Начнем с итальянской петли То же самое, да, но что переворачивать? Можно переворачивать либо нижнюю одну И прощелкивать, соответственно, вот так вот все дело Либо переворачивать обе верхних петли И прощелкивать вот так вот Дело ваше Что при том, что при другом способе станции будут работать при выливе любой из точек, да? Ну вот, например Вот, это проблема станции на трех точках, которые мы блокируем итальянской петлей Из-за трения в стропе Будет очень плохо перерасправляться нагрузкой Это еще тонкая стропа, она охрана на толстых карабинах Соответственно, этот способ хороший только, например, для каких-то тонких репов Если мы делаем станцию из 7-6 миллиметрового репа Либо для очень тонких строп Потому что широкие стропы, да, уже даже вот такие вот Они будут просто сами себя зажимать Вот так вот Ну, сами на себя накладываться И они не будут вообще ползти И это чревато тем, что у нас не будет нормального предоставления Второй, да, более удобный уже способ для трех точек Валет Мы просто берем, все собираем И завязываем это все одной большой петлей Узлом Все минусы мы уже знаем, да, узла Все плюсы налицо У нас не будет У нас будет равномерное встеление на точке У нас не будет никуда ничего ползти В случае вырва Равномерного не будет, да В случае вырва любой из точек У нас как бы У нас как бы Практически ничего не меняется для других точек Ну, на трех это, в принципе, основное Что можно делать, да, можно уже хищраться Более хитрые станции делать там Прошивать заранее Готовить на станции Кольца использовать и так далее Как бы уже ступи На ступи снаряги хватит Да, ступи снаряги хватит На четырех более точках все делается аналогично Самое легкое на четырех, я думаю многие попробовали Это собрать две отдельных станции из двух строп И соединить их с центральным карабином как на двух То есть у нас есть станция на двух точках На двух точках просто их соединить Потому что все вот такие способы Требуют уже достаточно длинного отрезка одной стропы Или, ну там, репа, из чего вы будете делать веревки Вот Когда используется станция из трех точек? Ведь можно просто две точки взять Если ненадежные точки Например, закладные элементы, ну как бы просто стрёмно И небезопасно Вот Поехали дальше, да Сейчас мы перейдем к элементам, которые обеспечат нам безопасность Как системы и веревки Вот сейчас, в данном случае, показано, как правильно газоваться система Современный, хороший, в принципе, у всей системы Привет Почему нежелательно, да, вот многие там спрашивают У нас есть кольцо в нашей системе Которое балансирует нашу систему Почему в него нежелательно ввязываться? В него можно ввязываться, просто оно Как бы дает лишнее звено в нашей стиховой цепи Зачем оно нам? Если можно ввязать, то просто вверх и вниз Оно не запрещено, но рекомендуется даже производителям Ввязываться в два кольца Теперь немножко по веревкам, да Какие есть типы веревок? Динамический, статический Красивчик Какие есть типы динамических веревок? Динамические веревки Да, делятся на одинарные, двойные и сдвоенные Мы вкратце разберем только одинарные И характеристики, потому что двойные и сдвоенные Это достаточно уже для сложных паршютов В принципе, я не думаю, что когда-то в ближайшее время с ними ходить В туризме, вряд ли В туризме, да, вообще вряд ли Одинарные динамические веревки Средняя толщина их от 9,2 мм Пусть будет до 10,5 мм Это количество стрелок Которые она выдержит С фактором Паша, проще рассказать Которые она выдержит с фактором 1,77 Я сейчас дальше расскажу, что это такое, да? Среднее значение это от 4 до 16 Чем больше она держит, тем больше раз мы можем на нее срываться Не заботясь о том, что в какой-то момент она просто порвется Потом, это следующая характеристика Это процент оплетки в веревке Процент оплетки в веревке показывает нам, насколько она будет устойчива к истиранию И чем он больше, тем дольше веревка нам прослужит Если мы будем терять обо все скалы и так далее, да? Обычно более тонкие веревки имеют меньший процент оплетки Ну, за счет этого они становятся легче Они быстрее умирают, зато нам их проще соблюдать Характеристика веса веревки обычно бьется не на пухту, а на метр То есть, мы там, да? Говорится там, на метр веревки она весит 50 грамм То есть, мы посчитали себе на 100 метров, она будет весить 5 кг Там, бухта, полтина, два с половиной, ничего сложного Вот Динамические веревки еще продаются, да? Чтобы обращать внимание, с пропитками Существует основных три вида пропиток Они там у каждого производителя развиваются по-разному Но три основных пункта, которые они выполняют, да? Это защита от воды Ну, то есть, понятно, да? Там идем по снегу и так далее Веревка не намыкает, она не замерзает, не оберзает потом за счет этого И плюс она просто остается легче Это защита от перегрева Это, например, если мы на ней очень быстро дельферяем И строковочное устройство наше спусковое нагревается Веревка не будет оплавляться оплетка Вот И это просто защита оплетки Это специальная пропитка, которая, ну, делает волокна более эластичными За счет этого, если что, они просто развиваются, а не рвутся То есть, например, если мы в кошках бегаем по веревке То есть, как бы, мы не так сильно будем портить веревку Основные, да? Они могут быть одновременно? Да Бывают веревки со всеми тремя видами пропиток одновременно Это самые дорогие веревки, самые хорошие Да? Как бы, объективно влияют на прочность веревки все три вида Да? То есть, там, если мы где-то поплавим чуть-чуть плетку Если где-то вода попала, еще потом замерзла Мы знаем все, да? Кристаллики льда внутри веревки При стриме, например, будет там чуть-чуть прорезать все нити и так далее Вот Ну, по веревкам вроде все, да? Еще есть статические веревки У них есть только два класса А и Б А-класс, да? Это называется технический шнур класса А Держат они одинаково, плюс-минус, там, 200 на свои 10 мм Ну, где же будет плюс-минус 300-400 кг Просто класс А, он предназначен для альпинизма, скалеологии и так далее Выдерживает больше, более устойчив к истиранию И у него лучшее качество, в принципе, рабочее То есть, удлинение статическое Е-плетка не двигается, вот, относительно скверцевина И класс Б, это технический шнур, но я бы с ним очень не рекомендовал ходить, как бы, для работ Может быть, там, где-нибудь поднять У меня другое У меня другое Это все реально Обязательно смотрите на веревки, характеристики, да, когда вы ее покупаете И еще момент, который нужно обязательно узнать Это год выпуска веревки Веревка живет, если ее не использовать, 4-5 лет Если она просто у вас лежит в темном месте в шкафу Если ее использовать, не более 2-3 лет она живет Поэтому нужно обязательно, даже при покупке, посмотреть То есть, если вам пытаются в магазине продать веревки Сейчас, это уже 9-го года, да, то с ней уже не безопасно ходить Поэтому нужно посмотреть Для этого, да, пока не сбыл Для этого можно посмотреть всегда, если там сделать стресс веревки или часто торчит Маркировка Это цветная нить внутри веревки У каждого производителя на сайте можно посмотреть, в каком году выпускалась Каким цветом нити веревка Или часто обшивать даже уже в многих веревках Я видел просто ленту с датой выпуска, с годом, с 3-месячным выпуска Какой толщины используются основные веревки? Основные веревки от 9 до 10,5 мм То есть, ну как бы сейчас есть одинарные веревки, да, на ней Обязательно должна быть написана единичка в кружочке Это динамичка одинарной веревки Там я видел 8,9 мм Стоило, конечно Хорошо Вот С веревками прямо, да, с точками страховки Какие основные, там, виды рельефа? Снег, лед, скалы Вот Начнем со скал, наверное, да Это Это всевозможные закладки Крючья Френды Гексы Прикавы Все что угодно, да На что стоит обращать внимание? Точка Хорошая, надежно положенная, да, закладка, например Она может держать до тонны Если вы на нее сорветесь с динамической веревкой С любой высоты С любым фактором Сейчас мы, да, еще раз Подойдем к тому, что это фактор Рывка Веревка динамическая Не создаст вам усилия больше, чем 800-900 кг На точку Ну и на вас, собственно, тоже Поэтому, в принципе, хорошо положенная закладка Выдержит, в принципе, любой срыв Так и большинство френдов В принципе, большинство скального железа Поэтому нужно просто учиться Хорошо их лжить И достаточно В местах, где нам нужно Ну, для безопасности Сейчас все это будет Веревка где надо Теперь, да, по льду бурят Точно так же хорошо держат То есть Никаких проблем сетей нет Если лед хороший, да Если лед плохой Желательно крутить все почаще То есть мы видим, да, в элементе Страховочной цепи В элементе страховочной цепи Вот Точки промежуточные Играются, в принципе, достаточно Фактор РСК А что такое фактор? А вы сейчас об этом и расскажите Что такое фактор? Что такое ППФ? Очень, очень, очень Самым любопытным нашим зрителям Самым маленьким Вот Мы видим, в принципе, станцию Мы можем создать достаточно надежную Точно надежную Веревка у нас хорошая Системы у нас хорошие Чего мы вообще все из этого, да И для чего все это, как бы, затевается, да Зачем все это, в принципе, надо нам Надо это нам для того Что, в случае, если мы не держимся на рельефе И улетим Неважно на какое расстояние, да Мы Как бы, можем нехило себя Во-первых, покалечься А во-вторых, все это поломать Вот Если Взять человека, например Ну, просто в воздухе, да То для него фактор РФК Ну, вот Он просто будет лететь, да С веревкой И ни обо что не биться, да Тогда фактор РФК для него будет Некоторой просто такой величиной Которая будет зависеть только От глубины падения И все Да, сейчас такой фактор РФК Вот Я Открою первую картинку Сюда Сюда Давайте еще раз Это отношение того Сколько человек пролетел К Количеству веревки На которую прошел этот рывок Вот На первой картинке, да Черная Это точка закрепления Вот Человек чуть вылез, да Выше Вот Пролетел буквально чуть-чуть, да Там Грубо говоря Три метра А все веревки На которые пришел с рывок Десять метров То есть Он пролетел три метра А все веревки десять То есть Это три поделить на десять Да То есть фактор Вон там Одно Десять метров Теперь Чуть дальше, да Пойдем Он вылез на уровень точки На высоту точки Он находится на той же госте Где веревка закреплена И летит вниз на всю длину веревки Соответственно Он пролетит ровно столько Сколько Будет веревки И это панкер один Да Если вот человек вылезет Например На высоту двое больше Чем точка закрепления На всю длину веревки на верх И улетит вниз На всю дину веревки То есть Он пролетет две длины веревки Потому что, вот длина веревки До точки И еще раз длина веревки Да Больше двух веревков бывают Но Бывает И Это все приходится на одну веревку Это максимальный Теоретически Возможно фактор К2 Почему максимальный? Потому что в практике Очень редко такое бывает И в принципе Считается для всех веревок Максимальный технический фактор Один из семьдесят семи Теперь Если человек вылез на 4 метра над точкой и упал вниз, сколько он пролетел? 8 метров, и все это пришлось на 4 метра. То есть он пролетел 8 метров, но у него фактор 2. Если он вылез на 20 метров над точкой и пролетел 40, но все это пришлось на те же 20 метров, это точно такой же фактор 2. Что очень важно для себя понять, фактор не зависит от глубины вашего падения. То есть вы можете пролететь 2 метра, 30 сантиметров или 50 метров. Например, если у вас количество веревки в 2 раза меньше, чем глубина вашего падения, фактор все равно составит 2. То есть, да, поэтому факторы нужно не отсчитать, во-первых, для веревок, во-вторых, для своей самостраховки. То есть, да, почему всегда нужно ходить с динамической самостраховкой, это рекомендовано. Потому что статическая веревка не рассчитана на рывок больше, чем с фактором 0,3. Для статической веревки, вот это максимально разрешенный фактор рывка. Да, то есть, даже вот такой вот сценарий для статической веревки, это уже опасно. Статическая веревка вербется при факторе 1. Динамическая веревка выдерживает, да, вот я говорю, от 5 до 16 взрывов с фактором 2. То есть, вы можете вылезти на всю динамической веревке на 50 метров и прыгнуть вниз. Пролетев 100 метров, в принципе, она не порвется. Это ровно. Первый раз. Первых пятеро 16 раз, в зависимости от качества веревки, да. Вот, ну теперь, наверное, чтобы все чуть поняли больше, да, что такое фактор рывка, будет купить пару интересных задач, их нужно будет посчитать. Думал, ты видео покажешь, что люди, людям все отламывают. Будем туда. Нужно будет посчитать, да. Давайте, первый сценарий, это будет точка закрепления веревки. Страхующие, да, наши, например, гипотетические. Человек вот лез, 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 сложил точки, там какие-то, да, свои дырпы, и еще. Последнюю точку он положил на высоте 15 метров. После чего пролез еще 5 и улетел вниз. Да, последнюю точку он положил на высоте 15 метров. Пролез еще 5 и улетел вниз. Прикиньте, да, у меня приблизительно какой фактор рывка был. 1, 2, 3, 3. Это кто сказал? 10, 15. 2. Получается, 0, 3. 10, 0, 3. Да, 10, 0, 4. Как, 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 давайте, давайте для начала, да. Сколько метров он пролетел? 10. Это всем понятно почему, да? Кому не понятно, поднимите руку. Не стесняйтесь, но. Отлично. Понятно почему я здесь, да, потому что он вылет на 5 метров выше точки, он пролетел до точки, еще этих 5 метров веревки. 10 метров. И на сколько метров веревки пришелся такой рывок? 2. 2. 3. 5, 15, 2. 2, 2, 2. 2, 2, 2. И такое, какое у нас фактор рывка получается? А, то есть иметься дую сейчас вопрос. Можно? Можно вопрос? То есть получается вся веревка растягивается по всей длине? Я думал, что... А то есть она не жестко фиксирована через карабин, да? Да. А, все, все, все. Вот через карабин, а то фиксируется она только здесь, страховочная рывка. Следующая задачка. Следующая задачка. Подойди. Что? Правильный ответ. 0,5. Человек опять лез вверх. Человек опять лез вверх. Только вот вышел со станции, даже еще не вышел со станции, поставил одну точку на высоте одного метра. И полез, 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 полез себе. Бесстрашный такой. Вылез он, грубо говоря, еще на 9 метров. Еще на 9. Еще на 9. То есть у него стоит одна единственная точка на высоте одного метра. Да? Сколько он пролетает? Восемнадцать. 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 А он на пол не бьется. Потому что там по идее. Уже давно он умер на пол. Ну, в первичной ситуации, что он реально висит на стене. А, ясно, ясно. Еще в станции, и он висит куда-то сюда. Понятно. Сколько он пролетает? Восемнадцать. Восемнадцать. И на сколько в веревке? Так, веди это теперь молчи. У нас такое вот, кто уже понимает, молчит в следующем раунде. Восемнадцать. И на сколько метров приходится в веревке? Десять. Десять. Итого у нас восемнадцать в десяти, да? Это фактор один и восемь. То есть это уже достаточно большой фактор, да, для бинамических веревок. Поэтому видим, точку нужно ложить много и часто. Что нужно, да, как бы, не только на движение первое, да, мы можем считать фактор рывка. Например, человек юг сериалом. Прыгнул, да, у него веревки уже двадцать метров. Он спустился вниз на двадцать метров. И ушел маятником в бок на пять. Вот. Просто по скалам пришел. И вот здесь он взорвался и летит вот сюда. А Косин узнал считать? Только высота считается. Сколько он пролетел? Сколько он прошел в маятник? Пять в бок. Да. Пять пролетел. Понятно почему? Да. То есть вот, да, у него просто было пять метров спойной веревкой, и он у них ровно вниз бахнулся. И это все пришлось на? Пятнадцать. На двадцать пять метров веревки. Ты его, да, одна двадцать. А, тут двадцать. Я думал, он десять там не разглядел, да. Пять в двадцать пять, два. То есть в принципе достаточно безопасный. А, то есть маятником ходить можно. А какую атакировку я задумал? А про протравливание веревки можно там пару слов или как-то? Или это... Да, да, сейчас будет. А будет, да, еще можно? Вот. Следующая дача, она должна порваться. У нас есть перила, да? То есть не только это первый считается фактор рывка. Это считается и для тех, кто терфериал, и для тех, кто даже идёт на жумаре. У нас есть жестокая креплённая сверху перила. Которая пусть будет тоже там, да, двадцать метров. До человека. Вот здесь вот человек, у него жумар висит на перилах. И у него узень самостраковки два метра. И он случайно забывает про жумар и просто уходит вверх. Такой, что-то идёт, идёт, ползёт себе наверх. Идут, у него жумар дёргает, и он падает вниз. Как бы, да, вот он на два метра вот здесь вышел. Не подсказывай. Он вышел на всю длину своей самостраковки. Какой будет дан в данном случае фактор рывка? Четыре. А, верёвка сколько? Верёвка 20. Давайте так, сейчас... А это на Марсе происходит? Это на Марсе происходит? Четыре двадцати. Нет, гравитация идёт. Да, понятно. Он вышел на два метра и пролетит четыре, пока он не повиснет на своей самостраковке. Но, простите тот четыре, но всё распределение как бы его рывка будет и на эту верёвку тоже. То есть на его самостраковку два метра и на 20 метров верёвки. То есть это будет сколько? Да. Четыре двадцати, да. Нет? То есть ну, 0,2 или как? Четыре к двадцати двум. А, к двадцати двум, да. А, к двадцати двум, да. Да, да, да. Такие мелочи как бы для себя учитывать. Важного марта на неё мы не сломаемся? Не должен. Ну, что BYG odds это да... Так вот, подожди, это при условии что вот это висит динамическая верёвка и его динамическая верёвка? Нет, это при любом условии! При любом, да. Как шоку? Четыре к двадцати двум! А, вы говорите или нет? Факторы рывка это всего лишь, да. То уже на сколько динамическая верёвка растянется и так далее это не важно. Важен только первый rieseng на нагружении верёвки. Вот, как бы всё! То что диничечкая верёвка растягивается и гасит этот звук за счёт своего растяжения, именно! Это уже не относится к фактору ровка, а дальше идут мои компенсационные силы и так далее. Так, можно вопрос? Да, давай. А при факторе ровка, получается, в зеленом веревка рвется? Да. Если будет расстояние, допустим, 20 сантиметров, я вышел на 20 сантиметров и упал, то веревка должна порваться. Знаете, как порвется? Порвется, да. Ребята, слышали вопрос, Марта? То есть, если у вас вкус, например, 20 сантиметров, вы вышли на эти все 20 сантиметров на станции, и жестко на них упали, то есть не как там по стеночке, а именно жестко упали, веревка порвется. Что он сделает, оборвется? Да, статика порвется. Просто, ну, это фактор 2 будет для нее. Просто есть много факторов, почему-то они пройдутся, потому что вы немножко сами телом сыграете, у вас она система сыграет, да, и так далее. Но если мы возьмем гипотетическую ситуацию, веревки 20 сантиметров, поднимем ее на фактор 2 и жестко уроним здесь гирю 80 килограмм, веревка порвется. Но надо провести опыт. Вот. Опыт есть, да, в результате можно все это найти. На метровый уз, вероняют веревку, вероняют груз, рвется только так. То есть реально вот даже на таких маленьких состояниях, почему это важно, да, это наша самостраховка. А так как многие ходят еще и со стропами, которые вообще не имеют никакого удлинения, да, то для них, в принципе, фактор 1 уже теле. Просто очень часто мы там либо коленями по полке проскальзываем, когда срываемся, да, на свою самостраховку, либо как-то ногами придерживаемся, либо рукой что-то схватить. Ну, нет у нас таких вот совсем глобальных. Но за этим все равно нужно сидеть, потому что вероятность всегда остается. Виталий, слушай, ты видел, в каком месте она рвет, где она крепится? Чаще всего веревка рвется в узле, рядом с узлом, да, или в узле прям. Потому что там есть перегиб и это место ослабления веревки. Вот, очень редко веревка рвется ровно по центру. Ну, давай сейчас, гипотетическая задачка на сообразительность. Возможно ли фактор больше двух? Буду нарисовать. Просто да или нет? Да. Возможно. Да, все согласны? Нет. Ну, подумай. Ты изначально говорил, что не было. Да, давай, давай. Просто постараться. Просто постараться. Да, чисто гипотетически возможен. Это как бы, да, совсем из такого разряда, там, придумай себе что-нибудь, например. Хочу порвать вперед. Топить вот здесь вот точку, лететь, 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 и на ходу в него щелкнуться, и... Не, ну, как вариант. Саша другая. Да. В общем, история из жизни, как мне рассказывала. Глупо. Та-дам. Рисуй. Ну, тут, скажем, грубые нарушения. А, ну, неправил даже. Сразу будет еще один хороший пример. Ты там раз. Вертикальные перила. Да, да. Жестко закрепленный человек. Почему-то решил по ним идти, не при помощи трусика. Жон, суммара. Просто щелкнулся в карабину. Усок. Допустим, метровый ус. Допустим, 10 метров высота. Вот. У него метровый ус. И, допустим, где-то там на 9 метрах, да, на метровом усе, он срывает и летит вниз. Сколько он пролетит? Какой фактор рывка? Ну, это почти кажется, что я… Ну, тут ничего не надо вщелкиваться на лету, это просто от человека… Ну, тут ничего не надо вщелкиваться на лету, это просто от человека… Уже… Уже вщелкнул. Да. Ужел раньше. Допустим, сколько он пролетит? Ну, один… Десятку, десять метров. Десять метров. Одиннадцать метров. Одиннадцать метров. Ну, вот же еще метр этот самый. Если не выжил, я скажу, как бы, вот, вторая гипотемическая ситуация, при которой вот, 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 еще флага, да… А еще если ров-джампинг, веревка вот так натянута, и за середину еще, ну, допустим, да, он прыгает самую вверху, летит, и еще вот эта веревка, которая… Так это веревка продинамит просто, и все. Ну, все равно. Ну, он не сможет создать фактор здесь больше, чем два, потому что ты уже изначально вщелк к этой веревке, к которой ты летишь. Ну, это что же веревка? Ну, ну, как бы, не прыгают с факторами, типа, ну, не выходят на маятник, это вообще другая история, это не имеет ничего такого глобального и общего. Давайте еще раз, Даша, напомню, если я хорошо для себя, фактор рывка – это отношение… Высоты к длине веревки. Высоты к длине веревки. Да, высоты или глубины ее еще называют, падение к длине веревки. Это все, все понимают, да, что такое фактор рывка на МДА? Нет. Вот. Ну, в принципе, вот, по фактору, наверное, все. Теперь по точкам. Как, да, вот, мы уже знаем, что такое фактор рывка. Теперь движение первого начинается, да, это, вот, это здесь он наступает руководительскую роль, он должен это контролировать, когда идет первый, потому что это отрывает зависит от прямой безопасности. Вот у нас есть станция наша, да? Вот, все, я понял. И, значит, первый начинает наше движение. Если он просто выйдет вот сюда, вот, да, вот он вышел, и ничего не положил, и сразу сорвался, да, он прилетит вот столько, да, вниз, то есть фактор рывка на станцию пролезает два. Это понятно? Да. Поэтому еще до выхода со станции или сразу после выхода нужно положить первую точку. То есть, чем раньше вы положили первую точку, тем меньше вероятность того, что вы сорветесь с фактором 2. То есть как можно раньше. Многие кладут точку до выхода со станции, то есть, находясь на самом страхе, как можно выше, докуда дотянулись, да, уже не будет фактора 2, ни в коем случае. Не будет срывано на станцию. То есть рекомендация — положить первую точку на первом метре движения. Да, вот у нас есть один метр. Давайте примем за гипотетически допустимый фактор 0,5 Потому что это допустимая динамическая веревка И это безопасно просто, да? Вот у нас есть точка на метр И вот здесь метр веревки Сколько мы можем еще пролезть теперь без точки Чтобы у нас фактор не превысил 0,5? 1 метр Да Если мы пролезем еще метр У нас будет срыва на 2 метра веревки Это будет фактор 1 Пол метра, да Понятно, пол метра, да? Но это достаточно грубо, то есть можно на метр еще положить Но первые метры, они самые опасные Это первые две точки Вот мы положили первую точку, вторую точку У нас еще есть 2 метра веревки Мы теперь вылезем еще на метр И опять улетим, да, еще метр И улетим То у нас будет 2 на 3 У нас уже меньше единицы Получится фактор Следующую точку, да, вот мы положили на метр На метр, и последующую можно положить уже на 2 метров Главное следить, да, чтобы Следующая точка на какие можно положить? 4 Да, 4 То есть постоянно У нас уже 4 метра веревки есть Естественно, если мы вылезем еще на 4, да У нас будет вообще падение 8 на 8 Это не будет делиться Ну хорошо, пусть единица будет крайне допустимое наше значение То есть чем дальше от солнца, тем реже Тем края можно реже ложить точки То есть гипотетически, если лезть в воздухе и не будет скала, по которой можно убиться То крайней точке можно будет ложить с промежутком 20 метров И ваш фактор все равно будет безопасен для вас Но есть такая, как бы, штука, да, там, рельеф А по которой можно нехило удариться Поэтому точки нужно ложить, да, что за этим промежутитель обязательно должен следить На расстоянии таком, чтобы в случае срыва мы не прилетели никуда на полку Не прилетели ни в какие там гребни, скалы, камни, еще что-то, да То есть там, в принципе, 4 метра на сложном рельефе Это максимально рекомендуемое расстояние между точками Реже очень не рекомендуется ложить точки, если не у вас есть Это понятно, да? То есть зачем следить обязательно? Чтобы положить точку максимально близко к выходу со станции Иногда, да, в крайних ситуациях можно, так как стропующий находится ниже точек станции Можно прощупнуть первую оттяжку в точку станции Вот То есть понятно, да, мы уже убрали фактор 2 Бывает ситуация, да, но это, наверное, на совсем сложный рефик Вдруг кому-то просто пригодится Если совсем первых метров 5-7 нечего положить То есть там какое-то зеркало, которое там, что-то непонятно, да То страхующий спускается на 3 метра, например, ниже станция И зависает здесь на жестко закрепленной веревке И первая точка делается из станции То есть это будет первая точка То есть человек уже 3 метра веревки имеет И даже если он вылезет еще на 3 метра, не положив нижней точки У него уже не будет сквертельного, ну, до большого факта То есть это уже только один Вот Ну это как бы совсем такой печальный случай Если мы видим, что там, ну, просто Доспосительная трещина, там, куда можно первую закладку Ну, там, 5-6 метров То вот так вот можно, в принципе, сделать Обезопасив себя от плохих сырьев Вот По фактору рывка, по точкам, какие-то вопросы От веса участника зависит? От веса участника зависит? От веса участника зависит? Нет, фактор не зависит от веса От веса зависит уже само усилие на точку, которую ты будешь производить Да Для справки, фактор считается для 80-килокимового участника А если 50? Соответственно, ты просто рывок на станцию сделаешь меньше Фактор будет такой же, но рывок будет меньше То есть лучше лёйки Да, лучше лёйки Все данные проведены для 80-килокимового участника Фактор рывка показывает именно разрыв верёвки То есть он не выдал точки или ничего такого Да Просто при, ну, там, есть для верёвок Даже для динамических пишут даже В продаже, ну, не в продаже Вместе с ними идут таблицы, например С фактором 1 Она создаст, да, такое-то усилие на точку, например На крайнюю, да То есть это очень важно Потому что если вы лезете с нижней страховкой С эстетической верёвкой И срываетесь с фактором 1 То есть очень большая вероятность Если какую-то несколько левых точек вы вырвете Потому что на них будет очень большой рывок Эстетическая верёвка не погасит на этот вот ваших рывок Которые вы сходите В общем Вопрос Есть какие-то расчёты Ну, вот, выбираясь на высоту Знать какой рывок будет на станцию Судя как, на эти точки Есть формула, да? Да, да, да В зависимости от высоты получила Нет, это уже зависит от верёвки Для верёвки, я же говорю, есть саблицы, которые приводятся В сайтах очень часто, как бы для новых, правда Да, мы знаем, что пыль, грязь, снег, лёд Сейчас всё сильно ослабляет верёвку У нас время, ультрафиолет Виталик, а надо страховать через себя или через станцию? Чтобы об этом расскажу Да, ещё что об этом расскажу, да? Это крайнее, что у нас устаётся Это наше страховочное устройство Да Всё, мы уже, ну, понятно, что страхующего нужно научить Чтобы он тебя хорошо страховал седла Чтобы он не допускал большого провисной верёвки и так далее Страховочное устройство, да? За счёт чего мы говорим всё время, да? Вот, ну, там, снизу жёстко накрепили верёвку и полезли Мы её не жёстко накрепили Она проходит через наше страховочное устройство За счёт чего, как бы, да, там крепится верёвка? Во-первых, это за счёт перегибов То есть у нас Есть перегибов Где был репер, я как-то взял перегибов Это как не всё репер Да, у нас есть Вот Да, это узел УИА А, все знают, как он вяжется Это узел, который УИА Видите, за счёт того, что у нас верёвка Перегибается многократно, да? Устройство Независимо от типа устройства Создаётся Трение Да, вокруг самого устройства И так далее Из счёт этого На Конце, который, ну, находится за страховочным устройством Уже усилия для того, чтобы Задержать Лезущего Нам нужно меньше, да? То есть, если сюда мы приложим, например, 80 кг А в устройстве 1 к 4, да? То есть, здесь достаточно 20 кг Удержание рукой Чтобы человек не улетел никуда Вот Это важно Как пристреливы могут быть достаточно большие нагрузки И в хороших устройствах В хороших устройствах Достаточно Большой коэффициент Такой, да? Это сила трения Раз, я сказал, да? За счёт перегибов Следующая Это сила сдавливания В некоторых устройствах есть Когда верёвка просто приживается К корпусу устройства Это Как бы просто другой вариант исполнения Он тоже имеет право на жизнь Просто сейчас 90% всех устройств Построен всё-таки на силе трения Да? Ну, вот как бы и всё Сейчас Ещё раз, какой коэффициент здесь Высокый раз он ослабляет? Ну, гипотетически УИА где-то 1 к 4 имеет А вот если это 2 раза идёт Там 2 раза Ну, то есть, похоже Там ещё один оборот идёт Скорее всего Тебе будет сложно его выдавать То есть, это самое Оптимальное Да, самое оптимальное Оно уже проверено Не одним кругом, да? Наверное, даже поколением Вот Что будет держать 80 кг огромный человек И 20 кг, 20 кг Произложить это несложно Угу Вот В современном Там есть какие-то Автоблокирующие, ещё что-то То есть, они сами вообще блокируют Верёвку, да? Это ещё безопаснее На динамических верёвках Рекоменовано к использованию Ну, если у вас не будет рельефа Который будет там Обмерзать эти устройства И так далее То есть, на чистых скалах Очень хорошо И насколько он быстро Изнашивает верёвку? Уеа Не сильнее, чем любое Другое спусковое устройство То есть, если восьмёрку Покупать То можно вместо восьмёрки Да А, даже так? Да Сейчас я расскажу Да, есть очень интересная статья Парень Он не полюнился Он взял Гри-гри Восьмёрку Реверсу И уеа Да И просто по 250 раз На каждом из этих узлов На новом куске верёвки Проехался И как бы да И там показано Насколько изнашивается верёвка То есть, от уеа Верёвка в принципе остается Практически новой Самое страшное Это если у вас на восьмёрках Или на реверсах Будут зазубри То есть, уже есть выработка И вот это уже пробиливает верёвку И она становится распушенной То есть, любая выработка Любой острый угол Да Нужно натрия немножко взять И доровнять Потому что Правду Потому что Иначе будет Как бы Вам портится оплётка Соответственно портится верёвка Вот А ещё нагревание Вот я пробовал на нём Ну так Возле дерева спускаться Сильно нагревается карабин То есть, насколько Спусковые устройства В принципе, тоже Сильно нагревается Просто для этого Нужно использовать большой карабин Немаленький Будет лучшее распределение тепла у вас Угу Маркировка карабинов Которые специально сделаны Под узел УИАА В данном случае Вот этот карабин Да Именно HMS карабин То есть, грушевидный Да Необязательно грушевидный Они бывают разных форм Петель Это, в принципе, овалы Вот Тоже имеют некоторую маркировку Это есть просто После названия карабина Да Потому что Просто С таким круглым закруглением Да Узел будет работать Наилучшим образом Потому что Вот То Узел Может сбиваться В одну точку И так далее Имеется в поперечном течении Если карабин круглый Да Нет Если он вот так Вот Будет сбиваться в одну точку Единственное Да Мы уже заговорили Про УИАА На что стоит обратить внимание Если все умеют его вязать Когда мы его вяжем Чтобы конец Который свободный Он был со стороны Где нету защелки Потому что Если он был со стороны Где есть защелка Да Возможная ситуация При которой Мы например Чуть расслабили Вот И опять нагрузили И карабин Выщелкнется Да Как бы Поэтому Всегда за этим следить Это действительно важно Потому что И размухтовываются муфты То есть Всегда прощелкивать Да Чтобы свободный входящий конец Был Ну Со стороны где нету защелки А если его сейчас Перетянуть Если перевернуть Да Ну ты же знаешь Заранее в какую сторону Ты будешь его использовать Если сейчас перевернуть Еще раз покажи Как нужно и как не нужно Так же вблизи Чтобы Ну Если Вот Крупным планом сниму Так Свободный конец Да Который Он был предыдущим Он должен быть со стороны Где нету защелки Если Если мы Перетянем Уеа В обратную сторону Да Вот у нас свободный конец Он уже Ложится на защелку Да Да Все 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 понятно Болтается Ясно Спасибо Это представляет То есть Еще вопрос задам Если Вот только для того Чтобы спуститься Например Там С какого-то холма То есть Одина А если с рюкзаком там Или с напарником на плечах Одинарного хватает Одинарного хватает Разводитель не рекомендует Так мы уменьшаем трение Да И так фактически Если мы Пример 2 Мы видим Восьмерка не работает Да Поэтому Правильный Описанный Разводительный способ Это Закладывать веревку За ушко Восьмерки Вот Таким образом Во-первых Увеличиваем трение Во-вторых Убираем Вот Таким способом Рекомендуется И страховать И спускаться Да Есть еще несколько Пробовал так спускаться? Да У тебя спускалась? На хороших веревках спускаться Хорошо В нормальных восьмерках То где Нет автоблок Это можно Вот Есть еще несколько Ну как бы да Я пробовал Вот такой вот Вот На толстых Больших веревках Типа 11 метров Типа Типа На хороших веревках Вот такой способ Пробода На тонких Восьмерках Спускаться Просто Причем Через карбин Будете очень быстро И можете не проконтролировать Свой Вот Ну вроде все Да Теперь вернемся к нашему вопросу На тему Страховать себя На станцию А Да Конечно вернусь Как бы В принципе С современным Доустройствами Страхуются через себя То есть Страховка Того кто идет первым Производится через себя Ты стоишь только на самострахе На станции И все Почему Потому что во первых Да Ты можешь подшагивать Отшагивать Выдеваемую веревку Создавая ему более комфортные условия И во вторых Динамическая веревка Не создается от тебя такого рывка В принципе Ну может чуть-чуть тебя подымет Но это не критично Как бы да Особенно в условиях реальных туризма Это вообще не критично То есть там не будет таких Срывов с полетом В 20 метров Надеюсь Вот Так что в принципе Страхуем через себя Если мы уже сверху Кого-то принимаем Можно страховать через станцию Это просто удобнее То есть наверху Мы просто пощелкнули коробину Через станцию И принимаем Это удобнее чем через себя Еще через станцию Ну то есть так Если мы хотим принимать через себя Все равно лучше Ну когда мы уже наверху Да принимаем нижнего Лучше прощелкнуть через станцию Потому что если что Вас просто вниз не дергало Это просто для вас комфортнее будет И все Вот Так что первого страхуем через себя Не смотрим ни на какие правила Станования Делаем как нужно Только правильно Вопрос по восьмеркам Слышал такую версию Что боятся Некоторые прощелкивают Не просто через восьмерку Проводят А через восьмерку И карабин Там как-то Что-то типа Если восьмерка поломается Чтобы вас спас карабин Ну как бы да А когда если карабин поломается Ну в смысле да Ну значит уже То же самое Что там боятся Просто на самотрахе На одном карабине Стоять И тут карабин поломается Ну если использовать Самодельные Это пошло от того Что раньше использовали Самодельные восьмерки Да Восьмерки Восьмерки Областелем И так далее Современные восьмерки Современные восьмерки Достаточно Да Дают нам Безопасность Может чрезвычку направить И не париться Вопрос Ты будешь что-то рассказывать Просто у меня есть такой Довольно важный вопрос Конечно Использование верхней системы Вот В современной практике Аппаратур А актуальность Верхней системы Актуальность Верхней системы В современной практике Спорить будет очень долго Я думаю еще Потому что там старая школа Вот именно в походах Вот именно конкретно На маршруте То есть Мне не интересует Понимание скалолазов Да нет 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 вообще То есть Чтобы вы понимали 99% ближем скалолазов Вообще сейчас ходят без вверх То есть верхней системы Остались использованием Ты хочешь сказать что романтик Больше чем 1% Нет Я имею ввиду что 90% те которые ты назвал Они ходят с рюкзаками Не выше 10-15 килограмм А вот я сейчас заплачу Да то есть Давай Вот То есть у нас да как бы основное то что А чего используется Для чего используется Верхней системы Для Защиты от опрокидывания Да то есть например Если мы сюда заставляем страховку И нас не опрокинет То есть у нас выше получается Центр куда мы Открепим нашу страховку Если правильно ходить Не очень тяжелым Например До 20 килограмм Ну там Не каким-то запредельным Либо использовать Противооткидного строса С рюкзака На беревку В принципе можно не использовать Верх систему Это уже зависит от того Как ты построишь свою Всю систему То есть например Низ с каким-то Дейзиком на рюкзак Который будет придерживать Верху Тебя не опрокидывать И так далее Если ты не можешь спуститься С рюкзаком Который ты планируешь Ходить в походе И тебя переворачивает Ну ты же прикидываешь Какой тебе вес Будет в походе То рекомендовано Использование Верха Это опрокидывание А именно В плане Ну только для рюкзакова А именно в плане Вхождения Рельефа и так далее Верха уже Как бы отжили свое Ну я не знаю А Верх как фактор Снижения Этого самого рывка Нагрузки А современными Динамическими веревками Абсолютно Это если есть Современные Динамические веревки А с нашими Вот Виталий А если вот их Нет Куда статику Если вверх С низом С блокированной Блокировкой Куда вязать статику Чтобы при рывке Еще вверх Хороший вопрос При использовании Верха и ниже С тем одновременно Мы все завязываем Ну грубо говоря Если мы завязали Звоим бульнем Значит вот это центральное кольцо Где узел Рекомендовано Ввязываться Прямо в узел Потому что Вокруг 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 Узла Вокруг 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 Бывает Вокруг 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 сколько же стоит ты уже покупаешь себе там куда-то скажем так далее ну просто динамическую веревку я куплю динамическую веревку буду ходить в единичку двойку тройку четверки она уже испортится некоторые умудряются в единичках бешать по 10 ну так вот эти к единичке а ты никто не доставка ну как бы бывают ситуации да и когда на квартире кто-то ледник из связки вот как только появляются деньги походе не рассказывали ночью хорошие до веревки есть отдельно где-то он отдельно пенистки и пенистки в принципе достаточно устойчивые к снегу и к воде и так далее если же для веревки грубо говоря опасно это ультрафиолет но все равно в течение двух-трех лет она будет жить то есть если просто бросить на солнце на все время прожить на солнце в течение этих лет а правильно хранить веревку правильно хранить сбухтованной с маркированной в темном месте чтобы не не пропадали лучи не висящий просто в чехле пусть лежит это для динамики кстати киев практически все когда то есть динамику храним висящих не висящих в лишачем положении не на солнце не растянута не под накрустку то есть там не надо его убивать и чтобы она висела у тебя там все если что вода веревку в принципе не портит то есть бывает да что мы ставили веревку в машине машинцы не будем не возить веревки не возить можно не оставлять долго был случай у нас был случай ну что-то нам нужно было поднять с катаком короче да вот рассказывал типа нужно было поднять с катаком буквально там 25 килограмм что он такой у меня есть веревка в машине пошел в машину короче начали подавать 25 килограмм куты это вот порвалась веревка на 3 года просто пролежала в машине потому что пары бензина и так далее все это портит веревку если на веревку попала какая-то химия кислота еще что-то вырежьте этот кусок ну то есть серьезно все просто серьезно то есть любая химия очень сильно портит веревка веревка это нейлон да ну как бы уже более современный полиамид но все равно насчет вщелкивания например система повесил карабин и вот этот узел и хортера забывает да то есть там же через карабин он идет который то есть он нормально то есть там уже не будет статически выручка не будет на него ровка дергина практически его грузишь 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 еще какой длинная веревка чтобы не сильно длинную ну и чтобы под какие цели под поход меня не интересует скорее просто не горные а вот где-то идешь но спуститься надо перебраться через реку обычно еще есть документ если у нас например там много веревок можно взять дергивающие веревки одинарные наши статичные называются основными да есть дополнительные вспомогательные веревки например 6-миллиметровые шнуры которые мы берем с собой да уже есть новый киваровый кстати очень недорого я недавно видел на ebay 15 долларов полтинных стоил киваровый а метр правда с америки не было доставки киваровый 3-миллиметровый шнур он полностью статичен то есть для того чтобы просто эту веревку забрать с собой а так сколько сколько обычно вот в среднем вот народ берет народ берет вот с какой длины обычно собой ну про запаса 50-60 а сколько на повесе может не переходит тридцатками да зависимости уже от тактики которые ты выражаешь для передвижения количество людей в группе так далее да то есть там можно принципе если ты хочешь так как там 15 взять с собой это зависит уже исключительно очень грубо по цели под которые ты собираешься использовать сколько примерно ну вот вес ориентировочно там плюс-минус будет весить около трех с половиной килограмм спасибо еще раз обращаю внимание да когда покупаем веревки я просто сейчас это вспомнил смотрит на год потому что очень часто это за цену сказали это сказали за очень часто на веревке делают скидки когда и уже два года вязать в магазине то есть веревки поза прошлогоднего года да поза прошлогодние веревки они бывают скидки вот поэтому нужно смотреть на год и не вестись на эту фигуру ну вроде все спасибо еще вопрос если просто лежит не используется до пяти лет если используется активно от года до трех зависимости от активности то есть реально там вот разговаривал за год товарищи маленькое объявление в следующую среду будет лекция по документации спасибо за спасибо спасибо 7 часов 7 часов Продолжение следует...